Легкая атлетика, волейбол, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис, плавание – шесть видов, в которых пенсионеры Бийска, Белокурихи, Советского, Алтайского, Троицких районов и соседней республики Алтай оспаривали пальму первенства. Несмотря на то, что многие из участников перенесли ковид и получили осложнение, тем не менее на подготовку это особо не повлияло. Желание выступить и показать результат оказалось сильнее. Мы опасались, конечно, сколько человек приедет, сформируются ли команды. Состав, в общем-то, меня удовлетворил, потому что почти все команды были представлены в полном составе, как это требовало положение. Люди очень доброжелательные, очень активные, очень позитивные и настроены их очень хорошие. Вот это вот наше поколение, мне кажется, оно самое такое действенное, потому что потом какие-то появились такие не совсем благоприятные для спорта моменты, и это стало все затихать. А вот сейчас это все возобновляется, это меня очень радует. Первым видом программы стала легкая атлетика. Бег на тысячу метров у женщин и у мужчин. На старте как профессиональные спортсмены, так и просто любители. Самым возрастным участником забега стал 76-летний Павел Павлов под номером 13 из Советского района. Находиться в такой хорошей физической форме помогают элементарные правила. Вставать каждый день, брать силу воли в кулак. Не хватает одного, берешь у второй. Одеваешься в спортивную форму и вперед. Каждый день, это же элементарно, это может каждый. И вы, и вы, и он, и он. Было бы только желание. Прекрасные результаты показали участники не только на земле, но и в воде. Хотя плавание только с виду кажется легким. На самом деле, чтобы достичь результата, в данном виде спорта необходимо постоянно держать себя в форме. Среди мужчин лучшим на дистанции в 50 метров стал бейчанин Георгий Рязанов. «Любовь к физкультуре – постоянное занятие спортом. Ну, физкультурой тоже. Зарядка, бег на лыжах зимой, зимой на даче снег кидать, летом в огороде. В общем, все вместе. Я вообще-то закончил физкультурную техникум города Иркутска. Профессиональный спортсмен. Поэтому любовь с детства». Напряженная борьба развернулась на волейбольной площадке. Соревнования прошли по круговой системе. Команды отыграли по три партии до 15 очков. Лучшими стали волейболисты «Бийска». Серебро увезла сборная «Белокурихи». Бронза на счету команды Майминского района. «По всем этим видам мы отбираем лучших победителей и призеров. И формируем команду, которая будет участвовать в краевых соревнованиях. Тоже подобные соревнования, краевые, которые будут проходить 26 июля в городе Барнауле. И по итогам краевых соревнований уже будет формироваться команда, которая будет участвовать в соревнованиях всероссийских. То есть это такая традиция хорошая и довольно уж и хорошо отработанная система». Итак, в общекомандном зачете первое место в Спартакиаде пенсионеров заняли бейчане. Родные стены помогли. На втором месте представители Алтайского района и замкнули тройку спортсмены Троицкого района. Помимо состязаний для участников стартов, это хорошая возможность встретиться, пообщаться, возможно даже обменяться опытом. Следующий этап – краевой. Пожелаем нашим атлетам успехов и крепкого здоровья. Дарья Федоркина, Иван Зяблицкий, Будни.